Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, ручки этой клиентки мы с вами на канале уже изучили. Все ее особенности знаем. Это новенькая у меня девочка. Мы ей две руки наращивания выполнили, вернее, коррекции ногтей. Это все уже было, вы видели. Если не видели, обязательно посмотрите. Сегодня мы выполняем дизайн на одной из рук. Вторая рука у нас будет без дизайна, а на одной из рук мы рисуем роспись. Роспись мы решили сегодня рисовать китайскую. Как мы с вами знаем, особенность этой клиентки заключается в том, что ей страшно все, что находится в районе ее кутикулы, поэтому мы не делали маникюр. Она обещала умереть у меня за столом, если вдруг я начну там что-то ей резать, вырезать. Поэтому мы решили эту манипуляцию вообще в принципе не производить. Ну и основная моя ошибка в данном случае, это в том, что после опила надо было взять другие перчатки, чтобы пылью не замарать ноготочки. И пыль это на весь экран видно. Но, собственно говоря, на ходовые качества дизайна пыль не влияет никоим образом. Она мне не мешает рисовать. Все хорошо, все замечательно. Единственное, что на экране телевизора выглядит не очень хорошо. Если бы мы выполняли маникюр, то вот эта вот вся пыль убралась бы в процессе маникюра. То есть на кутикула-ремовере, на обрезании, на вычищении вся эта пылючка бы ушла. А так получается, что она осталась и в следующий раз надо будет, кстати, обратить на это более пристальное внимание. Но опять же, напоминаю, клиентка очень сильно не любит, когда в районе кутикулы у нее что-либо ковыряется. Поэтому даже вытирание пыли ей доставляло небольшие трудности. Ну, в смысле, ей было неприятно. Поэтому слишком я там вообще не колупалась. Так чисто щеточкой смахнула, салфеточкой влажной вытерла и так и оставила. В любом случае, дизайним сегодня, как я говорила, китайскую роспись. И дизайним мы с вами веточку из меленьких цветочков. Да-да, даже крупной кисточкой можно нарисовать меленькие цветочки. Потому что, обратите внимание, у меня не вся кисть касается поверхности лепестка. То есть, я поднимаю попку кисточки и рисую только носиком, для того, чтобы мой лепесточек получился малюсенький. Если мне не хватает объема краски или, допустим, что-то не получается, я всегда могу вернуться и еще дополнительно на этом же месте что-то прорисовать. Сегодня я ничего для вас не ускоряла. То есть, мы рисуем с вами в живом времени. Все элементы рисуются так, как они рисуются вживую. Поэтому вы можете просмотреть каждое движение кисточки. Вы можете просмотреть, как работает кисть, как она направлена. Волосинку, которая прицепилась к безымянному пальцу, вы тоже можете просмотреть. Она там еще и шевелится. Я на нее дышу, наверное. А надо было бы не дышать во время рисования китайки. В любом случае, темным цветом я сделала сначала подмалевок, для того, чтобы показать тень. Потому что, видите, лепесточки у меня нарисованы не везде. И вот эта тень под цветками создает дополнительный ярус объема. Следующий ряд лепесточков цветочков я нарисовала более голубым оттенком. То есть, более темным цветом. И передний ярус лепесточков я рисую уже практически белым оттенком. То есть, я добавила в дорожку белого цвета. У меня получился цвет посветлее. Именно им я вырисовываю передние цветочки. Потом, на этапе прорисовки, я буду бликовать уже не все цветы, а только вот эти вот светлые передние, которые я сейчас вырисовываю. Для того, чтобы дополнить композицию, я решила добавить листиках. Хотя, в принципе, и без листиков это все выглядело замечательнейшим образом. Почему? Потому что, в принципе, вот эта вот ветка цветов сама по себе смотрится хорошо. Она собрана в композицию. Она расположена на ноготке правильно. Она привязана к поверхности ногтя, поэтому можно было обойтись и без листьев. Но листья в данном случае добавляют нам весеннего настроения. То есть, вот такой вот вкусности, свежести, яркости более весенних ноготков. И не важно, что мы их рисовали в феврале. Совершенно не важно. У нас плюс 20 было, поэтому все нормально. Правда, сейчас минус 5. Ну да ладно. В любом случае, весенняя зелень уже просится на ногти, потому что просто хочется ее рисовать. И просто все. Так вот, после того, как мы нарисовали зеленухи, возвращаемся к проработке теней. В данном случае тенями мы намечаем серединки своих цветочков. То есть, берем кисточку волосатенькую, такую разлохмаченную, немножечко совсем красочки темного синего цвета, и ею намечаем серединки цветочков. Вот обратите внимание, как только мы проложили теневые моменты, сразу же появляется дополнительный уровень объема. И все равно совершенно пофиг, что эти тени лежат у нас грязно, без растушевки, без плавного перехода. Наоборот, они подчеркивают вот это вот все движение в нашей композиции. Так вот, далее черной красочкой берем, не черной, темно-темно-синий. Мы взяли синий цвет, тем, которым рисовали, смешали его с черным оттенком, получился темно-темно-синий. И мы прорисовываем, разделяем между собой лепесточки. Больше прорабатываем задний, более темный ряд лепестков. И на переднем ряде тоже немножечко обликуем расстояние между лепестками. И дополнительно точно так же углубляем самый-самый-самый центр нашего цветочка. Чем глубее будет центр, тем объемнее будут цветы. Вот чем ярче у вас контраст между темной тенью и ярким светом, тем объемнее будет выглядеть ваш дизайн. Самая темная тень это что? Это черный цвет. Но черный цвет в дизайне всегда смотрится грязно. Чистый черный цвет лучше не использовать. Лучше использовать смесь черного цвета с чем-нибудь. Например, как здесь мы его смешали с темно-синим. И этим оттенком прорисуем. Кстати, и листья мы тоже прорисовываем этим же цветом. Так вот, лучше использовать какой-нибудь темный оттенок. И при этом свет у нас всегда будет выходить в белый. То есть самый яркий свет это чисто белый цвет. И самый не очень яркий цвет это какая-то белесая пастель. То есть в данном случае у нас голубой, может быть розовенький, может быть сиреневенький, какой угодно. То есть все зависит от цвета вашего цветочка. В любом случае перекрываем наши ноготочки финишным покрытием. Любуемся какая же красотища у нас получилась. Пылинки при этом у нас замечательнейшим образом укатываются в финиш. Получается аквариум с пылью. Ее там совершенно не видно, ничего она, я же говорила, на ходовые качества она никак не влияет. Подравниваем поверхность, если есть в этом необходимость. И поскольку у нас витражный френчик, то покрываем ноготочек еще и изнутри для того, чтобы показать прозрачность кончика. И после того, как просушен наш финиш, берем тоненькую кисточку и тоненькой кисточкой, тоненько, девочки, тоненькой кисточкой для того, чтобы рисовать ей тоненько. Так вот, бликуем белой красочкой наши передние объемные цветочки и расставляем в серединке. Без серединок цветочки, не цветочки. И вот в этом месте уже можно начинать ахать-охать, биться в истерике, в экстазе, в чем там еще можно биться. В любом случае это получается очень красиво, очень здорово, очень необычно, очень объемно. При этом выглядит абсолютно как наклейка. Да, нарисовали наклеек в очередной раз. Для того, чтобы добавить композицию, я немножечко раскидала точечек еще и по поверхности ногтя, то есть за пределами нашего букета. Это имитация бутонов или не знаю чего, мух, пчел, в общем, чего угодно, кто там у нас может парить в районе наших цветочков. В любом случае точечки добавляют легкости и воздушности. И вот такие ноготусечки у нас получились. Они просто потрясающе красивые. Клиентка осталась довольна, я довольна, вы довольны. Встретимся на канале. Всем до новых встреч. Пока!